Плечу свою леру. Кому лучше, кому хуже. Что, подставляете еще одну руку? Помогаете, да вот они несут, а вы решите. Они не поняли ничего. Они энергию уже имели, распределили нормально шли, а вы им... Подождите, вы помогаете людям. Вам легче или тяжелее? Им легче или тяжелее? Просто вопрос. Если они не просят, мне надо им поломать. Вы что-то или не слышите меня. Вы не отвечаете на вопрос. Можно помочь. Я за вас отвечу, я не буду вас... Я на счет бревна не поняла. Я не буду вас мучить долгими размышлениями. Я уже все обдумал, ведь точно знаю. Если вы кому-то помогаете, им легче, а вам тяжелее. Врач все время в этом состоянии. Он все время себя отдает. Но нельзя, как Гиппократ говорил, «цветя, другим, зираю сам». Ну нельзя зираю. Надо научиться отдавать, во-первых, не больше, чем положено, потому что завтра же опять надо отдавать. Баланс, баланс. Если все отдал, что ты будешь завтра отдавать? Надо уметь получать оттуда. Это раз. Второе, не отдавайте больше 50%. Но я 70% отдаю, получаю в виде благодарности от людей. Ничего не купила девушка, но вы слышали, наверное. Она каждый день благодарит. Потому что я отдал очень много сил, энергии, знаний, советов. И, может быть, она их искует. Вообще остается то, что вы применили. Я не знаю, применит она или нет, судя по тому, что понемножку у нее получается. Капля камень точит, поэтому все это преодолимо. Вам надо еще учеников оставить. Вчера надо учеников. У нее дочка гомеопат. Знание не реализовано. Я не беру учеников. Как и любой сведущий гурон понимает. Если я беру ученика, я беру огромную ответственность за него. А я не знаю точно, что он сел, что он будет сжать. Точно я не знаю. Я его должен долго изучать, прежде чем взять в ученики. Возьмите пятерых. Так вот, раз, два тысячи пять. Сейчас возьму пойду. Хороший совет. Главное, критерий какой? По каким признакам выбирать? Да, вот какой критерий? Я скажу, критерий. Чему был интересен Ваше дело. Боже упаси. Таких любознатель. Я же в Орликинушку развлекать, ему быть интересным. Все. У вас закрыта система. Вы ничего не отдаете. Выбирают человека, который прошел испытания, проверки. Вам надо еще знания, которые вы получили, отдавать. Да, вы еще и получаете. Совершенно верно. Уметь это знание отдать. Но никому попал. И не интересующим. И не любознателям. Подумайте над этим, что вам надо еще очень много. Подумайте над тем, что я сказал. Проверенным людям. Он о высоком знании говорит. Это не то, что дуешь всем подряд махамантру. И как пришел, так и ушел. А здесь уже надо исследовать. Тем более, знания это как огонь и бритва в руках ребенка. Часто бывает. Они опасны тем, что человек может приобрести силу. Как он ее применит? Даже вылечивать не каждого надо. Потому что если человек здоровый и маньяк, серийный убийца, кто он будет делать дальше? Серийно продолжать убегать. Он будет продолжать свое дело, потому что он исполнитель. Так, я по-моему с ребенком говорю. Вы очень молод. Я ребенок. Я счастлив за вас. Большой ребенок. Да, да, да. Будьте как дети. Да. Потому что вы хорошо выглядите. Это у вас секрет. Вот мы узнали ей секрет, почему она хорошо выглядит. Да. Да. Вы имеете в виду чистая душа. Да. Вот это у вас есть. Это главное. Да. Вот видите. Вы желаете добра. Вы не знаете, как это сделать как ребенок. Вы желаете добра. Это главное. Да. Это уже важнее. Это некий фундамент, на котором можно... А добро меня охраняет от зла. Если только заходит зло, сразу... Вы соврали, потому что сказали половину правды. Вторая половина правды. Магнитность на два полюса. И добро привлекает и зло. Вас будут испытывать. А вы делаете добро. Для злодеев это грех. Конечно. Они будут вас проверять на прочность. Темным силам мне выгодно. Конечно. Их миссия все-таки наказывать. И они подумают, а девочку проверю. Может есть что наказать, а может и нет. Вот как только они меня еще хотят больше наказать, мне хочется им добавить. Я скажу даже больше. Как бы инстрирую ваши слова. Они похожи на мух, которые прилетели, а нас стали чистые. Что там делать? Как один еще пустынник, первый христиан. Они говорят. Встречаются друг с другом. Спрашивают. Те бесы приходят. Те даже не знают, что они там делают. Приходят, уходят. А я в это время молюсь. А, правильно. Бесы всегда уходят, когда им наскучивает. И вы чем-то заняты, и бесам уже не интересно. Если душа чистая, как чистый стол. Там нечего им делать. Нечем поживиться. Как Христос говорил. Идет сатана, но во мне нет ничего подобного ему. Поэтому отзыва нет. Он может делать зло, а у него нет даже обиды. У него даже огорчение. И мне за что зацепиться. А он счастлив. Такого и вируса даже не берут. Если говорить о современных проблемах. Не только темные. Вирусы это как некие бесы. Как некие бесы. Но с другой стороны, если они притягиваются. И именно к хорошим людям. То они служат просто тренером. Они тренируют наши системы сопротивления. Самозащиты. Мы же поляризуемся на добре. Как Вы правильно намекнули. Наши тренеры... Добре должно быть с кулаками еще бывает. Ну мы о них и говорили. Да, это добре. А как Вы сами сказали. Кулаки у меня всегда есть. Если что. Наши первые нынки. Кто-то даже заметил это. Антидот нервно-паралитическим ядом. И апреля. Спасибо.